С 2013 года в России действует программа диспансеризации населения. Суть ее в том, что в один из дней любой гражданин России может сдать анализы и пройти ряд обследований, чтобы врачи могли составить объективную картину его здоровья. В Видновской городской клинической больнице очередной день диспансеризации состоится 10 февраля. В нынешнем году в правила проведения этого мероприятия внесены изменения. Министерство здравоохранения выпустило новое распоряжение, регламентирующее порядок прохождения диспансеризации. В соответствии с ним основной упор в клинических исследованиях будет сделан на раннее выявление прежде всего сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Именно они удерживают печальную пальму первенства среди тех, кто прошел диспансеризацию. За прошлый год из 21 миллиона осмотренных по Москве вообще подлежащих диспансеризации выявлено порядка 30 тысяч онкологических заболеваний и 98 тысяч сердечно-сосудистых заболеваний. С нынешнего года в рамках диспансеризации добавлено несколько новых анализов и обследований, направленных на раннее выявление именно онкологии и сердечно-сосудистых патологий. В частности, для мужчин теперь будет проводиться анализ крови на выявление специфического гена, который сигнализирует о наличии проблем, а для женщин – маммография. Но в то же время ряд обследований теперь проводиться не будет. УЗИ ушли брюшной полости малого таза предстательной железы. Из диспансеризации ушли общий анализ крови, куда входил гемоглобин, биохимический анализ крови, анализ мочи. В обследованиях по диспансеризации остаются анализ крови на сахар, анализ крови на холестерин, ЭКГ, кто впервые обратился тоже по возрастным категориям, флюорография, маммография, мазки на онкоцитологию. С этого года только те, кто прикреплен к определенной поликлинике, может проходить в ней диспансеризацию. С собой нужно иметь медицинский страховой полис и паспорт. Напомним, диспансеризацию можно пройти в Видновской районной поликлинике 10 февраля с 8 до 15 часов.